Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и у нас с вами Мукбанг. У меня сегодня пицца. Пицца домашняя. Я вам рассказывала в предыдущем Мукбанге, что я пойду сейчас готовить пиццу на ночь. Глядя, короче, настряпала я пиццы. У меня вообще было две пиццы, но я снимаю одну, потому что одну мы уже подъели. Тут с огурцами, с луком, с укропом, как я люблю. Немножко неровно нарезала, но это не суть. Вот. А та была у нас пиццечка, но она и есть, правда, мы ее просто уже начали есть. Там просто обычная, ну, также колбаса, сыр, только без огурцов и без лука. Ну, как все у меня едят, в общем-то. Я не знаю, с какого кусочка начать. Ну, чтобы не испортить картину. У меня очень тоненькие кусочки получаются. Вот так вот. Вблизи, видите, укропчик. Вот такой тоненький. Ну, прям очень тонко. Я раскатала, потому что так получилось. С огурцами. Ну, это я так люблю. Огурцы еще, знаете, такие не просто соленые, А бочковые. Такие дела. Еще хотела оливки добавить. Маслины. Ну, не стало. Потому что и так тут всего было бы лишним. Всем, кто собирается есть кушать приятного аппетита, давайте это делать вместе. Боже, как это вкусно. Вы себе даже не представляете. Не, она худеет. Как вы можете заметить, у нас солнышко. Полдня шел дождь. К вечеру распогодилось. Сейчас поем, пойдем гулять. Пиццу я сделала еще вчера. До 12 ночи, короче, с ней прокурен далось. Ну, это вкусно. Чай с лимончиком бесподобно. Очень вкусно. Прям. Все. А это не надо. Я вам в предыдущем Макбанге рассказывала, где я ем салат и куриные ножки там с картошкой. А что я буду? Пиццу. У меня просто получается с опозданием. Не, не уходит. Я про ножку снимала в воскресенье, выложила вам в понедельник. Сегодня сейчас понедельник. Я вам выложу, скорее всего, во вторник. Ну, короче, вы поймете. Вкусно. Вот эти бочковые огурцы, я не знаю, может быть, это на любителя такая пицца, но я такую люблю. У меня вот Ева любит просто колбаска, помидорки, сыр. Ни укроп ей не надо, ничего вот этого лишнего. А я люблю лук добавлять. Я люблю что-нибудь добавлять. Мне очень нравится пицца с броккови. Не-не-не, Тучи, уходите туда, туда. Не надо сюда. Какой кусочек нам взять. Вот этот просто огромный. Вот. Сегодня мне не до разговоров, как вы видите. Помню, знаете, я очень любила, и сейчас, наверное, люблю, докопиться у нас. Я не знаю, у вас была или есть в городе докопиться, у нас в Челябинске есть. Я когда училась, у нас там рядом с институтом, ну, на параллельной улице, докопиться. Она до сих пор есть. И вот мы с девчатами туда постоянно ходили. Поесть. Иногда не только поесть. когда выдуваешь какие-то свободные денёчки. Там всегда такие огромные куски. Вот такие треугольники просто. Ну, раньше были здоровые. Пицца была бесподобной, какую бы мы только не покупали. Там тоже разная ценовая категория. Конечно же, была. Я очень любила Луизиану. Это с грибами пицца там. И мне нравилась пицца с капустой. Она была, по-моему, самая дешёвая из всех. Но я её безумно обожала. Капуста и яйцо. Да, вот такая вот пицца была. Ещё вкусная кольцо. Она, но это закрытая там с курицей, с картошкой, по-моему, типа пирога. Но самая вот вкусная, говорю, для меня была Луизиана. И помню, там была, не помню, как она называлась, пицца с брокколи. Там были брокколи добавлены. И тогда я её не понимала. Потому что на тот момент я брокколи вообще не любила. Потом я когда работала, я там жила рядом, снимала квартиру. Уже после института. Тоже мы туда ходили с девчонками с работы, потом уже с мужем. Я в доме переехала оттуда. Сюда, на северо-запад. Ну, я только в Челябинске живёт, то знаю, это в центре была. Ну, капица на цвилинга. И как-то, наверное, ну, вот представьте, это где-то в какие годы, там, 2005, 2006, 2007, вот такие вот. И вот как-то мы пару лет назад, наверное, с мужем заказывали. Решили заказать пиццу оттуда. Не ездили туда, а заказать домой. Нам привезли. Вот я заказала эту Луизиану и что-то ещё. Во-первых, она очень сильно подорожала у них. Очень. Оно и понятно. Вот. А во-вторых, вообще не то. Либо, знаете, либо тогда она мне казалась такой вкусной, она может быть всё и то, как раньше было, но мне сейчас уже, знаете, зажралась, типа, якобы, да. Ну, в общем, как-то так. И мне уже она не так понравилась. Хотя, ну, всегда там раньше, не знаю, как сейчас, давно не была там имена самой пиццерии. Раньше там всегда очень много народу было. Всегда. В любой день недели. В любое время. И с детками. Там для детей. Сейчас там есть, по-моему, и роллы, и всё такое, салатики. Ну, и раньше были салатики, десерты там. Ну, там всё есть. А, там алкогольные напитки, да, вот пивость посидеть, попить, то есть, ну, молодёжи. Летняя веранда была. Мне очень нравилась. Ностальгия. Надо съездить туда, наверное. Ты всегда там, у них витрины, заходишь, такие длинные витрины, ну, и кругами вот эта пицца стоит, но она уже треугольниками нарезана. То есть, они продавали в основном треугольничками. Ну, можно, конечно, заказать целую, но в основном там, ну, по кусочкам продавали. А, там ещё была маленькая пицца, вот они делают, 25-26 см. Маленькую. А так у них вообще пицца огромная просто. И всегда разбиралась быстро. Быстро всегда Маргарита у них разбиралась, вот эта Луизиана. Что-то ещё, помню, у них была пицца, не помню, как она называлась, но с, этот, сыр с плесенью там был. Её я не заценила, помню, какая-то была пицца с фаршем. Была пицца студенческая. Там, типа, с сосисками или с колбасой, ну, что-то тоже какая-то такая, без помидоров, без всего. Эконом вариант тоже. Сейчас наверняка не хочу этого грызть. Уже ассортимент изменился, скорее всего, но в любом случае основные позиции остались. я обожралась, я извиняюсь, даже не обьелась. Ну, конечно, два таких куска сожрать, её мои. Очень вкусно получилось, я с собой довольна. Вкуснятина. Хорошо. А теперь на прогулку. Разминать, растрясать всё, что я сейчас съела активными шагами. Хотя, не знаю, вчера, мы вчера вот гуляли, я же рассказывала, что мы пришли, почти в 9 часов, но что же там, на лавочку присела с книжечкой, пока девчонки там играли, я сидела книжку читала на стадионе и смотрела, как парни там играют в футбол. Вот такие дела. В общем, всё. На этом буду заканчивать своё видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, кто меня на ютубе смотрит, что всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, я, конечно же, буду готовить для вас новые банки. К нам идёт туча. Поэтому я не хочу, что-то к нам пришла туча, а она идёт. Она прям такая тяжёлая, серая, надвигается вот с той стороны, со стороны мяса откуда-то. Я очень надеюсь, что мы сейчас сможем идти погулять и дождик не пойдёт, потому что вот он всё утро шёл, ну, часов до двух, наверное, точно у нас всё было затянуто. Ну, вот вы видите, да, солнце. Ну, вот судя по этому углу, можно судить, солнце ушло, всё, туча идёт. Она огромная, мне кажется, ливанёт. Ну, я надеюсь, что это будет такой дождик. Знаете, ливанёт и перестанет ливать. Всё. Всем спасибо, кто смотрит, кто пишет комментарии, кто ждёт мои видео. У меня есть стимул снимать. Сейчас, конечно же, начались каникулы, как вы понимаете, и я не знаю, как я буду снимать. Я, конечно, буду стараться, но, во всяком случае, какие-нибудь картиночки я вам в Дзене обязательно буду выкладывать. Буду стараться каждый день, потому что мы, может быть, вот скоро в МИАС поедем там, я не знаю, у меня там как бы с интернетом проблемы. Вообще есть у родителей роутер, но они им, я покупала как-то, но они им что-то не пользуются, не знаю, надо будет подключать. Да и будет ли время там снимать, ну такое. Но я буду стараться, я буду стараться. Вы, главное, пишите, активничайте мне в комментариях, и тогда у меня будет, конечно же, стимул, что люди ждут мои видео. А то сейчас, конечно, летом все, что-то закончила, да, муганг? Летом у всех свои дела, у всех свои заботы, кто-то отдыхает, кто-то работает на даче, да, у всех, у многих вот есть дела огородные, так сказать, дачные, да, просто люди ездят на бот, ну, в общем, сами понимаете, лето, оно есть лето, и вообще люди стараются больше времени проводить на свежем воздухе, потому что за зиму мы насиделись дома так, что ого-го, вот солнышко возвращается, поэтому все, я буду собираться на улицу, всем приятного аппетита, и всем пока-пока!